Всем привет! Сегодня мы поговорим о Scala Check. Скорее мы больше поговорим о подходе Property Based Testing. И Scala Check тоже затронем, потому что это основной порт библиотеки QuickCheck для Scala. Изначально подход Property Based Testing появился в библиотеке QuickCheck. Был предложен товарищем Кугласом, Хуксом. Не знаю, как правильно почитать его фамилию. Были обубликованы бумаги, в которых данный подход называется Property Based Testing. Лично я не считаю данное название адекватным, даже в первоисточнике, потому что здесь больше, как говорил Павел Александрович, рандомизированное эвристическое тестирование. Арсений Александрович предложил вариант тестирования на основе вариантов. Я считаю, что вариант, как бы, Арсений Александрович, он больше подходит, больше находит применение. Поэтому, как бы, думаю, в конце данного доклада, я спрошу ваше мнение, как вы считаете, какое из названий больше подходит. Я не стал придумывать новую терминологию, я просто перевел это когда словная калька, то есть это свойство ориентировано и тестировано. Звучит ужасно. Ну, что поделать. Ну, про квик-чек я уже рассказал, поэтому дайте пойдем к подходу. Вот на языке Лебница оно выглядит как-то так. Я этот язык плохо знаю, но я думаю, что более-менее похоже, можно понять. Простой пример свойства. То есть для любого действительного числа, не равного нулю, квадрат этого числа будет больше нуля. Вот. Это простой пример свойства. И это свойство мы будем, так сказать, доказывать. Как, что это может быть? Ну, в математическом понимаете, целого рода закон или правило, или возможно посмотреть на некую систему, как на черный ящик. Ну, и это также хороший способ абстрагироваться и посмотреть на то, как реагирует система на набор входных данных. То есть у нас есть определенный набор входных данных, и если для этого набора данных программа работает, значит она, можно сказать, мы доказали, что она работает. Вот. Так это свойство выглядит для скала-чек. Скубочки вот эти вот обязательные, потому что без них работать не будет. Вот. Ну, потом мы к этому свойству еще вернемся, поэтому пойдем дальше. В G-Unit 4 есть такая фича, как theories, теории. Лучше бы о них назвали гипотезами, конечно. Вот. Что они из себя представляют? У нас есть набор data points, то есть набор данных, на которых мы будем прогонять тесты. И у нас есть некая функция, которая проверяет некое утверждение. Вот. И тут у нас есть хороший пример, у нас есть плохой пример, где-то все дело упадет. У этого подхода есть пять недостатков. Я начну с последнего, потому что это вообще не скала. И лепить огромное количество аннотаций не хочется. Но это не основной недостаток. Основной недостаток это то, что все data points должны быть созданы вручную. Мы data points описали, какой-то не описали, какой-то забыли. И у нас практически покрытия-то и нет. А основная, так сказать, скала-чек и property-based testing решает в первую очередь ту проблему, что мы не всегда можем подобрать те значения в наших юнит-тестах, на которых эти юнит-тесты могут упасть. Мы можем только о каких-то граничных условиях подумать, и то не о всех. Поэтому это минус. Отсутствие механизма shrinking, его можно перевести как сокращение, перевело его как минимизация. И вы можете посмотреть на статью, называется это про скала-чека, она опубликована на хабре, там термин переведен как минимизация. Может быть сокращение было бы намного лучше, но сужение еще хуже. Это вообще диагноз. За и против. Сначала поговорим про за. Минимум кода, максимум абстракции, опять-таки механизм минимизации. И некоторые классы очень сложно тестировать, потому что их традиционным assertion-based подходом, потому что они настолько монолитные, что проще их потестировать по каким-то свойствам. Здесь скала-чек справляется тоже очень неплохо. Я такого кода стараюсь не писать. Еще, кстати, хочу добавить, что скала-чек очень хорошо помогает в рефакторинге. То есть, когда мы беремся за рефакторинг, мы начинаем сразу писать property-based тесты, и очень много всего интересного вылезает и всплывает. Недостатки. Скала-чек и тесты, которые скала-чек проходят, они очень чувствительны к медленному коду. Очень чувствительны. И у вас тот участок кода может запускаться по 100 раз. Если у вас код медленный, это заметно, тесты проходят дольше. Неизвестны случаи, когда люди задумывались о оптимизации после использования скала-чек. Так что, святать к недостаткам? Не знаю. False sense of security. Ложное чувство собственной безопасности. Я бы это перевел так. При использовании скала-чек создается уверенность, что он действительно все покрыл. Что у нас есть несколько методов, мы на эти методы написали тесты. Все замечательно, но это не так. И вот всплывает еще один недостаток. Нечувствительность к граничным условиям. Я сейчас объясню, что это. Вот возьмем пространство тех же самых действительных чисел и некую функцию. И какова первая реакция? Каким мы значением захотим эту функцию засунуть? Ну, там плюс один, минус один, ноль, пи, е, плюс бесконечность, минус бесконечность. Ну, можно было бы засунуть. А вот на каком-нибудь там из значений вроде восьми, наша функция ведет себя вообще непредсказуемо. Поэтому и вот к таким значениям скала-чек не чувствителен, потому что он, конечно, в большинстве своем пробивает вот эти граничные значения, но на какое-то такое значение он может вообще не попасть. И, естественно, когда вы попадете, так сказать, на такое в продакшн, это будет не очень-не очень хорошо. Собственно, основная задача скала-чек не вытеснить традиционные юнит-тесты, а работать вместе с ними. Ну, и вот это вот как бы то, что очень хорошее дает распределение входных данных, это как бы тоже недостаток, потому что иногда нам нужны, так сказать, данные в определенном диапазоне. Ну, есть инструменты, которые позволяют это решать скала-чек. Когда использовать? Ну, код, который чувствителен для входных данных. Я думаю, это как бы понятно, очевидно. Конечный автомат или код, зависимый от состояния. Вот этот вот топик мы, наверное, сегодня не рассмотрим. Мы его сегодня не рассмотрим, потому что я под него слайд не сделал. Парсеры – это то, для чего я использую скала-чек. Я тестирую им фронтен для компилятора. Вот. Что? Дата-процессоры. Валидаторы, классификаторы, агрегаторы, сортеры и так далее. То есть везде, где у нас есть некий input, некие операции и выходные данные. Это просто легко проверить. Маппер-редюсеры для Hadoop и если вы используете свои коллекции. Если вы пишете свои коллекции, это очень бывает полезно. Так. Фичи. Он маленький. Меньше 20 скала-файлов. Я бы вообще их насчитал 18. Может, я не досчитался, может, я пересчитал. Но я считал 18. Не клоу, кому ручками считал. Дополнительных зависимостей он не требует. Он не использует Java Util Random. Java Util Random – это, как вам известно, линейный, как говорится, генератор. И они проблемные. Они достаточно хорошо предсказуемые. И они дают плохое распределение. Поэтому скала-чек использует другой генератор. Он там маленький и очень быстрый. И вы можете найти ссылку на статью, про которую этот генератор рассказывается. Примеры кода этого генератора на оси. Вы можете эту ссылку найти в моей статье на хабре. Дальше. Как мы его добавляем? Поскольку 70% скал-разработчиков используют MADER, здесь примерно MADER. Также прошу заметить то, что если вы переходите на версию 2.12, а знаю, еще не все перешли, используйте последнюю версию скал-чек, потому что там есть нехорошая бага с дедлоком, и можете на нее попасть. Поэтому если вы обновляете скалу, обновите и скал-чек. Итак, интеграция. Скал-чек, он не призван вытеснить традиционное юнит-тестирование, поэтому он замечательно уживается со скал-тестом, со СБТ и со SPEX 2. Я не использую SPEX 2, поэтому я даже не гарантирую, что это пример рабочий, но скал-чек работает со SPEX 2. Я ничего не имею плохого против SPEX 2, я его в свое время щупал, он очень похож на скал-тест, я даже не знаю, что умеет делать такого особенного скал-теста, чего не умеет SPEX 2. Эрик неплохой парень, он very nice guy, но я использую скал-тест. В скал-тест есть два метода интеграции. Первый – это когда мы подмешиваем чекерс в наш класс для тестирования. Есть небольшой недостаток, что мы не можем использовать знаменитые матчеры скал-тестовские. Есть второй вариант. Нужно вот эту вещь подмешать. И появляется реализация for all, которая встроена в скал-тест. Там появляется whenever, но это как бы частью скал-теста скал-чека не является. Есть традиционный подход. То, что я использую, мы наследуемся от properties, которые объявлены внутри пакета скала-чек. И мы пользуемся стандартным дефолтным механизмом. В SBT можно проснуть ряд параметров, которые нам необходимы. То есть интеграция в SBT тоже присутствует. О свойствах. Вот пример свойства. Есть замечательный метод p-check. Обычно его вызывать не приходится, но когда вы разрабатываете тесты, бывает очень удобно с этими методами поработать вручную в репле и знать, какой этот метод нужен. То есть он запускает проверку. Проверка прошла замечательно. Значит, есть небольшое но. Вот видите, да, здесь есть импликация. Чтобы эта импликация работала, это что называется precondition, предусловие. Чтобы она работала, нужно вот эту вещь добавить в ваш сколп. Это имплицит. Наше свойство работает, поэтому перейдем уже к типам свойств. Есть набор стандартных предопределенных свойств. Undecided, falsified, proved, past, exception. Exception, когда у нас что-то взрывается внутри. Past, когда у нас все хорошо для for all. Falsified, когда у нас все плохо для for all. Proofed, когда у нас все хорошо для exist. И undecided, когда вообще непонятно, что происходит. Вот, и на самом деле я на него даже не напарывался. О типах свойств. PropFoze. Ну, функциональное программирование, оно не очень поощряет использование exception. Но если у вас есть legacy-код на той же java, или писанный весьма java-образно, есть, наверное, ряд юнит-тестов, которые тестируют именно то, что должен какой-то exception кинуться. Вот, пожалуйста, можно использовать. Exist. Это, если for all ведет себя так же, как квантер, universal quantifier, квантер всеобщности, то propExist, он ведет себя как квантер существования. Я им не пользовался. Я даже вообще не знаю, для каких задач он необходим, потому что эта штука, если она не найдет хотя бы одного результата, она валится. И она действительно валится. Вот. То есть мы взяли, да, свойства весьма очевидные. То есть у нас на всем пространстве целых чисел, ей обязательно найдется четное, которое больше нуля. Вот он нашел. Маленькое число. Нашел. А теперь мы сделаем то же самое, только вот смотрите, мы сюда явным образом просовываем генератор. Да, то есть эта штука gen.posnum. Мы сделаем обратное, только для положительных чисел мы попробуем найти отрицательное число. Что вообще идея совершенно бредовая, поэтому он об этом говорит. Что он сдался. Ну, что-то один раз попробовал, но сдался. Он старался. Мы верим. И for all exist можно вкладывать. Вот вам как бы простой пример, да, как у нас работают вложенные фаролы. Также их еще можно использовать, если вы хотите несколько раз передать генераторы. Там один тип генератора, второй тип генератора, или там сделать ресайдинг. Это очень хорошо. Про ресайдинг мы поговорим попозже. Теперь поговорим про типы свойств. И наиболее известные в большинстве презентаций можете найти в статьях roundtrip. То есть обратимые свойства. Вот приведу вам простой пример. Есть у нас некая функция, которая выполняет негацию. Да? Инвертирует знак. Делаем вот негацию к негации и проверяем вообще, то у нас было, что у нас было. Отлично. Классический пример с переворачиванием перевернутого листа. Все должно работать. Тут, по-моему, даже кусочек не попал. Ну, там выеточие листа. А, нет, попал. Выеточие съедено. Ну, да ладно. Скалый чек. Вот, если вы здесь видите, здесь генератор нигде явным образом не передается. Здесь действуют имплиситы. Про это расскажу чуть поподробнее попозже. Поэтому будем говорить о генераторах. RoundTrip Properties. Очень хорошо тестировать декодеры, энкодеры, компрессоры, декомпрессоры. Я так использую, я так тестирую парсеры. Поэтому вот у нас небольшой пример, как это все дело выглядит. То есть у нас есть некий, наверняка зашитый трейд, который описывает синтаксическое дерево. У нас есть некий метод parse. И у нас, вот тут уже дальше идет та часть, которая отвечает за тестирование. Тут у нас есть генератор нашего синтаксического дерева. Есть PrettyPrint. Он принимает наше синтаксическое дерево и возвращает строку. Тут можно при помощи скалачека добавить вариативных пробелов, табуляции, чего угодно, чтобы оно выглядело поестественнее. Так как наличие, так сказать, пробелов в хроматике может иногда сыграть злую шутку. При написании парса может про какой-нибудь пробелов забыть. Причем еще не очень сразу скроется, но скроется. И вот так вот мы это дело тестируем. То есть мы сначала берем наш AST, который мы нагенерировали, просунули в генератор. Превратили в строку. Распарсили эту строку, получили тоже AST. Все хорошо, поехали дальше. Есть такая техника для стремления Reference Implementation. Вот я здесь в качестве примера показал видеокарту NVIDIA. То есть, как известно, производители выпускают сначала видеокарты, референсный, референс дизайн. То есть то, что они ожидают от чипа, то, что они ожидают от платы, они реализуют в этой карте. А уже дальше такие производители, как MCI, KIS, ASUS, делают, что они хотят. Но они, как бы, в большинстве случаев, они опираются на дизайн этой платы. И есть такой подход в property-based testing, когда у нас есть, мы, допустим, пишем нашу мапу, особую мапу, особую хэш-мапу. Или мы пишем наш особый список. У нас уже есть в стандартной библиотеке коллекции список, который хорошо работает. Мы тестируем наши свойства через использование вот этого списка из стандартной коллекции. Или мы тестируем нашу мапу за счет использования мапы из стандартной коллекции. Да, наша мапа может быть быстрее, наша мапа может быть медленнее, она может быть вообще дистрибьютер. Но она вести себя должна так же, как и мапа из стандартной библиотеки. Поэтому здесь такая большая видеокарта и нету кода. Просто объясняется. Хорошей практикой считается добавление меток к вашим генераторам и к вашим свойствам. К свойствам метки добавляются так же, как к генераторам. Я здесь привел пример. То есть это либо строка, либо символ. Добавляются вот таким вот оператором. Оператор направлен в двоеточие, он управляет ассоциативностью. То есть откуда мы дописываем. То есть если мы дописываем перед, если мы дописываем после. Как это помогает? Ну, у нас предыдущее свойство должно исключительно отработать. А вот здесь он не отработает. И вот такой у нас будет выход. Вполне себе читаемо. Генераторы. Хочу сделать тоже опять-таки отступление. Потому что большая часть докладывается вообще про генераторы. Потому что генераторы представляют собой достаточно большую проблему и большую трудность. И тяжелее писать генераторы, чем придумывать свойства. Хотя придумывать свойства тоже не очень просто поначалу. Пси-генераторы являются наследниками Геннадия. Вот так вот выглядит у нас некий arbitrary integer, что у него тип ген-инт. У нас в скалачек существует такой объект, объект arbitrary, в нем есть arbitrary, который принимает параметр типа. И на основе имплиситов, находящихся в области видимости, он возвращает генератор. Есть метод внутри каждого генератора, он называется sample. Он возвращает option, внутри которого может быть генератор, а может и не быть, если у нас генератор не случился. Очень полезная вещь при разработке генераторов. Опять-таки вы используете это в репли и смотрите, как оно работает. Можно создавать свои собственные генераторы на основе уже существующих, это достаточно просто. Где-то я читал, что генераторы являются монадой, но вообще то, что генераторы являются монадой, надо проверять, следует ли он монадическим законам. Я это не проверял, я не знаю. Но его монадическая природа, это я могу сказать точно. Поэтому это можно поместить в forComprehension, который является аналогией do-нотации в Haskell. И мы таким образом собираем кортеж. Мы можем собрать лист, строку, что угодно. Мы также можем их отображать, используя функцию map. Таким образом мы сейчас получим, гарантированно получим четное число. То есть вне зависимости у нас есть некий long, и он точно будет четным. Я гарантирую это. Так. Есть такой генератор, как gen frequency. Иногда нам бывает нужно сделать так, чтобы некоторые значения встречались чаще, чем другие. И этим можно управлять. То есть у вас есть этот gen frequency. Он принимает список кортежей и с весами. С вероятностными весами. Каждый вероятностный вес соответствует соответствующему генератору. Это, кстати, тоже должен быть генератор. Я потом расскажу. Про то, что это за генератор. Фильтрация. Не всегда все значения нас устраивают. Когда мы собираем композитные генераторы. И для этого можно использовать метод фильтр. Есть метод фильтра. На самом деле он является алиасом для suchDead. Мы генерируем число от 0 до 7. Фильтруем его на... Является четным, а оно или нечетным. Ну и у нас это должно быть здорово и замечательно. Эта штука вам действительно поможет. Конечно поможет. Пробуем раз. Ничего. Попробуем два. Ничего. Попробуем три. То есть, suchDead, что он делает? Он порождает пустые генераторы. Если вы используете suchDead или фильтр в тестировании каких-то, на каком-то наборе входных данных, где, предположим, у вас в районе 15%, ну там в 10% случаев у вас появляются пустые генераторы, проблемы не являются. Но если там уже больше 10%, это может стать проблемой. И в композитных генераторах это вообще лучше не использовать. Поэтому у меня есть такая вещь, как RetryUntil. Это тот случай, когда, скажем, человек старается. То есть, если мы заменим suchDead на RetryUntil, у них семантика одинаковая, мы будем получать тот результат, который мы ожидали. Увлекаться этой штукой тоже не стоит, потому что можно доиграться и получить бесконечный цикл. Abitrary. Мы, в большинстве случаев, мы можем получить генераторы для встроенных типов данных, используя Abitrary. То есть, как для простых типов, так и для Compound-типов. У нас все будет замечательно работать. И, как я показывал уже ранее, автоматически просовываются свойства генераторы, для которых есть тип экземпляр арбитрary. Сейчас я проиллюстрирую вам, как сделать свой арбитрary, чтобы у вас он сюда висел в сколпе. Возьмем, например, LED лампочку. Лампочка у нас может быть красная, голубая, зеленая. Проще не придумаешь. Используем генератор OneFo. То есть, мы вносим вручную, перечисляем те назначения, какие могут быть. OneFo выбирает их равновероятностно. Окей, у нас есть генератор. Теперь мы этот генератор помещаем в метод apply для объекта Abitrary. И у нас уже есть в Implicity некий Abitrary. Можем взять и посмотреть. Ну, зачем его вызывать вручную, когда мы можем это сделать, вызывая свойства. Есть еще такой генератор, как ResultOf. Он помогает вам общаться с кейс-классами. То есть, у нас есть кейс-класс, для аргументов конструктора которого определены арбитрary. Мы делаем ResultOf, зап-ляп-ов-production. Вот у нас все замечательно работает. Превращаем его в арбитр, и потом у нас плитый висит. Как это используется, то есть, видите, мы не передаем явным генератором. То есть, для любой координаты проверяем. Для любой лампочки проверяем. Вообще никуда ничего просовывать не надо. Хорошо. Встроенный генератор есть для констант чисел, практически всего. Да, константы. И это тот случай, когда мы, вот как у нас было в ген-фреквенсе, мы просуем там или строку, или символ. Этот символ автоматически, неявным образом, переводится к экземпляру ген-конст. То есть, зачастую вам вызывать не придется этот метод. Для чисел положительный, отрицательный, choose, который позволяет выбрать. И есть замечательный вот такой метод, он называется chooseNam. Он, в принципе, работает так же, как choose, то есть, он генерирует в заданном диапазоне. И принимает еще один параметр, это vararch. Количество аргументов, для которых будет задан специальный вес. Также этот метод задает специальный вес для нуля. То есть, ноль будет встречаться чаще. Генераторы для символов, то есть, вот, alp, upper, lower, char, nam, char, пожалуйста. Если любой, можно сказать, собрать. Для строк то же самое. Есть identifier, который ведет себя практически как идентификатор для большинства языков программирования. Он начинается со строчной буквы, а дальше alphanumeric. Так, функции. Скала, человек позволяет вам генерировать функции типа function 0, то есть, вот такого вот вида. Функция ничего не понимает, но что-то возвращает. Просовываем генератор. Того, чего она будет возвращать, и все у нас замечательно работает. Только вообще вы можете написать генератор для function 2, function 1, но это сложно, и потом покажу. Вот, но как бы в стандартной библиотеке я не нашел ничего, кроме function 0. Option 1, тут говорить нечего. Стримы тоже умеем. Листы мапы. Хочу, чтобы вы обратили внимание на паттерн. То есть, есть у нас list of, map of, container of. List of n, map of n, container of n. Non-empty list of, non-empty container, non-empty map. Генерирует. С мапами то же самое. Единственное, что, вот смотрите, мы в листов нам передаем как бы сразу генератор. Ну, или то, что кастуется к генератору. Да, вот здесь мы троечку перевели. Троечка будет не одним образом приведена к генконф. По умолчанию есть параметр size. Его можно менять, если вы, соответственно, будете использовать генери-size. То есть, может еще управлять размерами списка. Но по умолчанию он достаточно большие списки генерирует. И произвольные длины. Значит, в случае с мапами мы сюда просовываем тупу. Картэш. Так работает таким же образом. Такие же методы, я их даже показывать не могу. Если они указаны. Контейнеру позволяет абстрагироваться вам над типом контейнера, как я подсчитал, то ли в документации, то еще где-то. Вот, на самом деле, не совсем так. Потому что он позволяет вам абстрагироваться над типом контейнера, который список. Или каким-то образом похож на список. Потому что, посмотрите на сигнатуру, да, вот он здесь принимает контейнер of. Тип. Он означает вам ген т. То есть, при помощи контейнера of вы мапу не сделаете. Of function 1 не сделаете. Of function 2 не сделаете. Потому что он работает для типов. В случае, если конструктор типа принимает один аргумент. То есть, вот оно как бы показано. Над типом спискового контейнера вы абстрагируетесь, над родами нет. В случае, если у нас есть мапа, ну, как Арсений Александрович уже показывал, то есть, у нас есть два элемента карированного конструктора. То есть, у нас конструктор карированный. Результирующий тип. То есть, здесь это уже не прокатит. То есть, здесь должно было быть там запятая и еще что-то, чтобы можно было бы мапу сделать. Ну, мапы реализованы при помощи Buildable. Поскольку мапы есть, они как-то реализованы. То есть, Buildable — это штука более абстрактная. И также существует Buildable of N, но на empty Buildable. Так что, при помощи Buildable вы сможете, во всяком случае, должно получиться, генерировать Function1, Function2 и так далее. Нежно с ними. GenSized. Есть такой неявный параметр, как размер. И он имеет значение в данном случае. Как используется? Значит, GenSized, он принимает... То есть, здесь вот Gen.Sized. То есть, пусть мне все не влезло. Он принимает в качестве параметра лямбду, которая принимает size, который является целочисленным. Выглядит это как-то так. И мы этот size проставляем туда, куда нам необходимо. Вот, если мы, допустим, используем список, мы хотим, чтобы у нас был размер списка от 1 до 5. Ну, чтобы он был не пустым, но при этом он был меньше 5. И создаем контейнер of n при помощи с указанным размером. Получаем на выходе список. Реалитетный список будет, там будет вектор. Вот вызываем этот метод. Даем ему целое число. Как мы вообще, куда мы размер присудим? Здесь он ни где не фигурирует. А вот так мы его поместим. То есть мы явным образом перейдем в фаролу ген-ресайз, укажем размер, укажем объект и проверим. И оно все будет хорошо. Потому что он больше 5-ни на генерирует. А гарантирует. Единственное, что вот этот пробел я не гарантировал. Даже два. Прекурсивные генераторы. Собственно, мы рассказывали про ген-сайз и про ген-ресайз как в неком предъявлении перед рекурсивными генераторами. В качестве примера мы возьмем дерево, причем дерево, внутри которого находится твочисленная нода. То есть у нас нет ни дженериков, ничего, чтобы все было максимально просто и понятно. Есть трейтен-три, все они являются наследниками. Нас интересует лифт, у него есть целое значение внутри. У ноды есть дети, которые являются экземплярами дерева. Хорошо, пишем генератор. Для начала сгенерируем листик. Для произвольного нта отображаем, этот нт засуываем в конструктор. Хорошо, вроде все нормально. Генерируем ноду, создаем список, этих деревьев. И создаем, просовываем это все в ноду. Триген. Что у нас представляет из собой? Это дерево, это либо нода, либо лист. Окей, все нормально. Конечно. К вам пришел жук у гостя. Вернее, ко мне пришел, потому что у нас переполнился просто стек. Ну хорошо. Есть бесконечная структура данных, там есть бесконечные списки. Почему они бесконечные? Почему они ленивые? Давайте добавим немножко ленивости, что ли. Окей. Добавляем ленивости. Вот есть ген LZI, есть еще ген Delayed, они отличаются Evaluation Strategy, то есть стратегии вычисления. Лезий, он посчитал, когда надо, и запомнил, а ген Delayed, он каждый раз пересчитывает, когда надо. Вот. Окей. Попробуем. Ну все нормально, все хорошо, все работает. Упало. Почему упало? Потому что, потому что, если цепочка вычисления идет, он все равно генерирует их бесконечным образом. Вот как раз для этого вам нужен ген Resized. То есть при использовании ген Resized мы на каждом последующем уровне вложенности, пропорционально уровню вложенности, уменьшаем количество детей. И рано или после детей них он не будет. Вот. Наступит демографический рай. Вот как-то так. Все нормально. Полет нормальный. Скалачек также позволяет вам собирать статистику по конкретным случаям. То есть, если вам нужно посчитать, сколько было целых чисел, сколько было, если там абстрагируетесь даже, на уровень набора выходите. Если у вас интересует учетные, нечетные, положительные, отрицательные, пожалуйста. Он вводит статистику. Причем можете посмотреть, да, распределение хорошее. Ну, да. Да. О самой интересной особенности Скалачек мы много не расскажем, потому что много особо-то и не рассказать. Для меня, когда я начинал пользоваться Скалачеком, для меня казалось, что механизм Шинкен, какой-то магии, как он там все делает, там какая-то февристика. Ничего подобного. Это просто есть некий трейд, который возвращает вам стрим. А дальше вы пишете ручками, алгоритм, когда, какие значения, когда, какими значениями вы хотите добить ваше свойство. Да, вот и все. То есть, все достаточно просто. Ну и в конце, наверное, большинства моих презентаций я всегда ставлю вот эту картинку, потому что Скалачек, не являйтесь серебряной пулей, всех он ваших проблем не решит, большинство он тоже, наверное, проблем ваших не решит, но он полезен, и ряд моих проблем он решил. В данном случае, помог очень сильно мне при тестировании, так сказать, парфюра. Ну, на этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ